Белорусский и китайский спецназ завершили совместные тренировки. Учения Единыщи 2017 проходили в нашей стране впервые. Штурм автобуса, самолета, поезда – это еще не все упражнения, которые оттачивали элитные войска. Подробности у Александра Камовича. По легенде учений, вооруженная группировка захватила населенный пункт, в том числе административное здание и отделение милиции. Командованием было принято решение о проведении контртеррористической операции. Особенность нынешних маневров – это участие в них бойцов спецподразделений внутренних войск Беларуси и Китая. Традиционно все нюансы подготовки, а зачастую и имена спецназовцев под грифом «секретно». В улыбчивом представителе Поднебесной трудно узнать профессионального силовика. Сегодня он рассказывает о белорусском гостеприимстве и любимых блюдах национальной кухни. На плече же военнослужащего Бао Яна красуется эмблема ловчего сокола. Это одно из самых элитных и старых спецподразделений Китая. Правда, как выяснилось, даже китайским спецам есть чему поучиться у белорусских коллег. У нас очень сильные впечатления, в особенности о комплексных тренировках. Например, поиск в лесу. Мы много тут научились. В процессе тренировок мы узнали новое и об освобождении заложников, штурме самолета, автобуса. Учения «Единый щит-2017» стартовали в Беларуси 11 июля. Все это время спецназ двух стран перенимал опыт отрядов друг друга. Теория, тактика, огневая подготовка и прямой контакт с противником. Сегодня на полигоне под Борисовым, что называется, крещение боем, три смешанных отряда должны освободить от террористов целый поселок. Здесь, как и на боевом задании, счет идет на минуты. Штурм автобуса, самолет или даже поезда – это рядовое упражнение для подразделений спецназа. Каждый боец говорит, что очень важный момент – чувство соседского плеча. Чтобы провести подобную операцию в считанные секунды, требуются годы тренировки. В случае совместных маневров с китайскими подразделениями времени было гораздо меньше. Несмотря на жесткие условия, со всеми задачами подразделения справились. На мой собъективный взгляд, товарищи из КНР достаточно хорошо физически развиты. Боевая подготовка у них находится на достаточно высоком уровне. Как стрельба, так и тактические действия. Все грамотно, все четко и уверенно. Еще пару таких совместных тренировок. Мы бы нашли общий язык, нашли бы доверие, прежде всего. И взаимопомощь была бы на высшем уровне. К слову, слаженность и взаимодействие – одна из основных задач контртеррористических учений. Между странами уже достигнуты договоренности продолжать подобную практику учений. И наши бойцы также смогут отправиться в Китай для проведения тренировок. Начинали от простого к сложному, от приемов физподготовки, от приемов стрельбы, занимались огневой подготовкой. Ну, конечно же, все это действовало на совместную тактику действий при том, что я выше назвал. И, в первую очередь, конечно же, для того, чтобы достичь взаимопонимания как в работе в парах, в двойках, так и целыми группами. Сегодня мы провели переговоры с белорусским командованием и договорились и дальше сотрудничать и постоянно проводить подобные учения. Хочу подчеркнуть, что нынешняя тренировка – это только начало. В дальнейшем мы хотим усилить сотрудничество с коллегами, с дружественными странами в борьбе с терроризмом. Как правило, эти люди немногословны. Основная задача спецназа – разрешать те задачи, с которыми не сможет справиться никто другой и при этом без лишних слов. И, как показала практика, для настоящих профессионалов как в быту, так и в боевой обстановке языковых барьеров не существует. Александр Камович, Виктор Борисов, агентство Тельновостей.